Привет всем! Сегодня я хочу поднять тему комментариев. Дело в том, что тут на днях у меня очередной раз произошёл разговор на тему того, зачем ты отвечаешь тем людям, которые явно к тебе приходят просто поругаться или почесать своё чувство собственного достоинства или ещё что-нибудь. Я объясню. Ну, это на самом деле я никому не навязываю своё мнение. Это только то, что делаю я. Это в какой-то степени часть моей практики. А навязывать свою практику другим — это просто некрасиво. Но, видите ли, я уже как-то говорила, что в буддизме очень важное понятие — связь, которая рождается на нашем пути с людьми, которые нас окружают, и не только с людьми. И вот я считаю, что любой канал, любой медиа, в котором ты можешь высказывать свои мысли и получать обратную связь — это очень важный инструмент для создания вот этих вот коэн-связей. И именно так я воспринимаю свой Ютуб-канал. И не только свой Ютуб-канал, но и, конечно, свой Телеграм-канал, и, конечно, даже свой Фейсбук, и всё что угодно другое. Именно так. Через канал я познакомилась с большим количеством прекрасных людей. Они у меня комментируют очень часто под роликами. И я всегда с большим удовольствием читаю их комментарии, потому что я могу узнать что-то новое. Они меня где-то исправят, где-то дополнят. Это всегда замечательно. Ну, да, конечно, иногда приходят люди, которым хочется поругаться. Но я считаю, что мои вот эти вот коэн-связи не ограничиваются только теми, кто мне нравится и кто приходит ко мне доброжелательно. Те люди, которые приходят ко мне с какими-то не очень хорошими намерениями, тоже являются для меня коэн. Нет, вот только не надо думать, что сейчас займусь виктим-блеймингом и начну утверждать, что я несу ответственность за то, что они говорят, за их эмоции. Нет, я не несу ответственности. Если человек решил перейти на оскорбление, если человек решил кого-то унизить, то это его личное решение. Он сам несет ответственность за вот это вот. Но создается очень интересная ситуация каждый раз. Дело в том, что передо мной открывается комментаторское сердечко. И я могу выбрать, каким для нас с ним будет вот этот опыт общения. Выбираю это именно я, потому что я нахожусь в более выгодной позиции. Я нахожусь сверху. Я могу стереть коммент, я могу забанить человека, я могу на него просто не ответить. А он по факту ничего с этим сделать не может. И вот смотрите, если я ему отвечу, то опять же я могу выбрать тон, в котором мы будем общаться. Я могу сделать общение для него крайне неприятным. Но опять же я могу сделать его и приятным. Я могу заставить человека о чем-то задумываться, задумываться, почувствовать, что да, вот он рассердился. Он высказал все, что ему там накипело. Но его приняли, его эмоции может и не одобрили, но его претензии были отвечены. И как-то, я не знаю, ну в общем, я забыла русское слово, блин. Хорошо, как-то отвечены, прожиты вместе с ним. Вот, давайте скажем это так. И возможно это окажет какое-то положительное воздействие на человека, кто знает. Может, конечно, это окажет и негативное воздействие. Вот здесь я ничего сделать не могу. Я не волшебник, я только учусь. Но, тем не менее, я выбираю каждый раз для себя вот эту стратегию поведения с людьми. И, наверное, в том числе учусь с ними взаимодействовать. Так что, да, я считаю, что для меня важно ответить. Тем не менее, если вы считаете на своем канале необходимым просто не отвечать на оскорбительные комментарии, или стирать их, или банить, это ваше личное дело, и ничего не имею против. Ну что ж, вот это объяснение с моей стороны. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok